Мир вам, дорогая церковь, дорогие друзья! Что делать, когда согрешил? Этот вопрос неизбежен для каждого верующего, но также и для неверующего человека. Какие у человека возможности? Обычно человек прячет свой грех, то, что по сути делают дети, так, чтобы никто не видел. Но это делают и взрослые. Первое. Отрицать. Это второе, что я этого не делал. Ну, например, ты спрашиваешь ребенка, ты съел конфету? Говорит, нет, я не ел ее. И при этом у него еще рот замазан в шоколаде, и по своей наивности он понимает, что... Думает, что он так обведет родителей, что они не поймут. И следующая возможность, это исповедовать грех. То есть, назвать, да, я сделал это, прости. Грех, по своей сути, многогранен. То есть, что он делает с людьми? Он разделяет нас с Богом. Это первое. Второе. Грех разделяет нас с ближним, против кого мы согрешили. Грех делает наше сердце грязным. И грех лишает нас радости спасения. Это несколько, как бы, вещей, которые производят грех в нашем сердце. Что сделал Давид, когда он согрешил? Сперва скрывал грех. Но ему было от этого плохо. Позже он понял, что в этом нет свободы. И он написал Псалом 50, и мы читаем это с 12 по 14 стих. «Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. Не отвергни меня от лица твоего, и духа твоего святого не отними от меня. Возврати мне радость спасения твоего, и духом владычественным утверди меня. Сердце чистое сотвори во мне». Если вы когда-нибудь чинили мотор или работали, и у вас были руки грязные в мазуте, что вам хотелось в этот момент? Я думаю, каждый человек, когда сделал работу, первое, что ему хочется, помыть руки, потому что к чему бы ты ни прикасался, все будет грязным. То есть, то, что делает Бог, сердце чистое может дать только Бог. Не психология, не врачи, не какие-то другие методы обращения к Богу, когда человек исповедует свой грех, Господи, я согрешил. Дух правый обнови внутри меня грязное сердце, как песок в моторе, который тормозит всю нашу деятельность. Второе. «Не отвергни меня от лица твоего». Бог может отвергнуть грешника из-за его греха и отнять своего Духа Святого. Это равносильно тому, как если бы у машины забрать топливо, то есть бензин. Сама машина, она будет исполнять только форму. И если тебе нужно будет толкать машину, а не ездить в ней, это будет очень утомительное действие. Так вот, когда Дух Святой покидает верующего человека, он остается внешне, формально, но ему нужно прилагать усилия, как будто он толкает машину. Его вера просто, она абсолютно не имеет никакой ценности, если Духа Святого нету в нас. Вера без Духа Святого равна хорошей машине, которой тебе нужно толкать. То есть религиозность, она не спасает человека, она обременяет человека. Вот почему Давид понял, что если Духа Святого нету, то моей вере грош цена. Потому что самое важное, чтобы Господь жил в нашем сердце. И последнее. «Возврати мне радость спасения твоего, и Духом Владычественным утверди меня». Нераскаянный грешник лишается радости спасения. Почему человек может радоваться сегодня вопреки сложностям, вопреки трудностям? Да потому что мы знаем, что я спасен, я здесь гость, меня ждут небеса. Когда у человека есть грех в сердце, он теряет эту уверенность, потому что он понимает, а где я? Он не может радоваться в Иисусе Христе, потому что грех тормозит. И Давид четко понимал, покуда есть грех, у него вся радость пропала. Вот почему он молится не просто «Прости меня, возврати мне радость спасения». Родные, это одна из составных частей, почему сегодня верующий человек может радоваться. Да потому что мы спасены. Я знаю, если я помру, куда я пойду. Меня ожидает вечность, меня ожидает рай. Вот почему так важно иметь спасение, уверенность спасения. И духом владычественным утверди меня. Бог утверждает праведников, когда они ходят перед Ним. Когда ты последний раз исповедовал свои грехи, имеешь ли ты чистое сердце? Я желаю тебе, чтобы ты мог обращаться, как Давид, и молился. Пусть Бог благословит тебя. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok